Опус номер два. Пограничное расстройство личности. Лечение. В первую очередь хочу обратиться ко всем тем людям, которые меня торопили и подталкивали. И спрашивали, где же эта часть 2? Где же эта часть 2? Я в них в комментариях спрашивала. Ребята, а вы точно сделали все те рекомендации, которые я давала в пограничном расстройстве личности? Часть первая. Зачем вам второе? Ну, типа, не надо быть такими жадными. Это все равно видео для психотерапевтов. И идея моя, и посыл эмоциональный, он был такой. Не нужно меня торопить, потому что съемка таких больших видео, это для меня творческий процесс. И я хочу, чтобы это видео именно было таким, какой оно может быть в самом лучшем своем виде. И вот как раз сейчас я дозрела бы для того, чтобы оно стало таким. И почему это круто? Если бы я сняла его раньше, это было бы по-любому пограничное расстройство личности, лечение для терапевтов. То есть для очень узкого круга людей, и вы бы не смогли его понять. А сейчас я подобрала такую форму, чтобы это было видео реально для всех. Потому что за то время, что вот прошло, пока я снимала всякие разные видео, я еще больше убедилась и укрепилась в такой мысли, что между мной, донором знаний и вами, рецепиентами знаний, посредники не нужны. Однажды, короче, я шла домой просто по улице из магазина, и смотрю, идет такой просто шикарный, безумно красивый парень, офигенный, стильно одет, весь такой в черном, короче, с татуировками, просто мега бомбический. И он на меня посмотрел, и я такая, блин, да, он такой красавчик, он тоже меня заметил. И он, короче, просто на самом деле меня узнал, он является моим зрителем, он ко мне подбежал, и он со мной поговорил, он рассказал о том, что он смотрит мои видео, он начал мне выражать благодарность, мне было очень приятно. И я у него спрашиваю, а какие видео тебе нравятся больше всего, и какие видео ты бы хотел видеть больше на канале, потому что мне бы хотелось делать для таких людей. И его ответ меня очень удивил, он сказал, ты знаешь, вообще, на самом деле, я не знаю, что мне делать в моей жизни, я такой потерянный человек, я просто смотрю все твои видео, и мне становится от них легче. И я поняла, что он использует мои видео не так, как мне бы хотелось, потому что он использует это как поддерживающую психотерапию, как что-то, что временно его может просто успокоить. И меня удивило, что при такой детальной проработке его внешнего образа, который предполагает достаточно высокий уровень осознанности и достаточно высокий уровень осознания себя как отдельную индивидуальность неповторимую, он не может при помощи какой-то интроспекции внятно объяснить, именно как он осуществляет эту работу при помощи той информации, которую он получает. И мы с ним очень классно поговорили, он меня безумно вдохновил, он мне очень сильно понравился, мы распрощались. Димочка, это видео для тебя. Я просто вот так вот развернулась, и я такая поняла, да, пограничное расстройство личности, часть 2, это видео для всех людей, которые такие же, как Дима, считают себя потерянными и не знают, что делать со своей жизнью. И я знаю, как это рассказать, чтобы это было реально круто. Хорошо, давайте еще раз, разочек, что такое пограничное расстройство личности и как его лечить, что нам с этим делать. Значит, стрелочка, как всегда. Рассмотрим уровни психопатологии, которые у нас существуют. Видите, я оптимистка опять. У нас есть три большие группы психопатологии в мире. Это психотики, это пограничная патология и это невротики, это психоаналитическая диагностика. И есть у нас вот эта пограничная патология, это все-все-все-все-все при все в мире расстройства личности. Ну, допустим, их 10 видов. То есть нарциссическая расстройство личности, пассивно-агрессивная, обсессивно-компульсивная, избегающая, зависимая и так далее и тому подобное. Все они это как разные сорта цветочков, как астрочки, тюльпанчики, сирень, ландыши, ромашка, нарциссик. И среди них, этих 10, одно есть. Это именно, собственно, пограничное расстройство личности. То есть это всего лишь один из 10 видов расстройств личности. Но пограничное расстройство личности это золотой стандарт вообще любой пограничной патологии. И если вы очень хорошо разберетесь в принципах функционирования человека с пограничным расстройством личности, то какое бы у вас ни было расстройство личности, если вы будете исследовать вот этой вот схеме лечения, вы все равно из него выйдете. Потому что, ну, то есть в какой-то степени это все равно универсальный такой вариант. Смотрите, что значит эта стрелочка? Если ее немножко по-другому изобразить в графическом формате. То есть человек, у которого пограничное расстройство личности и вообще пограничный уровень организации психики, он находится как бы вот в этом сегменте. А нам надо всем прийти вот сюда, к психическому здоровью. То есть психотикам надо проделать самый длинный путь для этого. Пограничникам чуть более короткий, невротикам совсем коротенький путь. И если по-другому себе немножко это представить, то психическое здоровье можно охарактеризовать как самую такую цельную структуру, когда человек вообще не является потерянным. У него очень сильная индивидуальность, он владеет всеми навыками психики. Он прекрасно разбирается в жизни, он чувствует себя очень счастливым, наиболее гармоничным. То есть он как такая четкая, очень сильная энергичная стрела, у которого все, в доме порядок, все очень сильно хорошо. И он прямо максимально крутой. Это психическое здоровье. Это как бы середина, золотая середина и максимум, который может достичь психика в своем развитии. Отклоняются от этой середины в те или иные стороны невротики, которые являются чуть более зажатыми, ограниченными. Им не хватает чего-то для того, чтобы прийти к этой середине. Чуть дальше, чем невротики от этой золотой середины, находятся люди с пограничной патологией, в частности с пограничным расстройством личности. То есть они отклоняются от этой серединки. В жизни они выглядят как более такие, как раз нестандартные, необычные, особенные. Но если как бы с другой стороны посмотреть, то они являются и менее адаптивными, чуть более такими шарахнутенькими. То есть, и что очень важно, посмотрите, расстройство личности, это не просто какая-то отдельная точка. Расстройство личности, это целый спектр от тяжелой пограничной патологии, которая может быть ближе к психозу, до самой-самой легкой пограничной патологии, которая как раз очень сильно близка к неврозу. Вот очень многие люди смотрят мои видео по психодиагностике, они говорят, Евгения, а может быть человек одновременно и с расстройством личности, и с неврозом? Вот да, то есть это люди, которые, получается, вот тут, посерединке между ними находятся. У них, может быть, не хватает каких-то базовых навыков в психике, как у пограничной патологии. Но при этом они уже являются индивидуальностями, как невротики. То есть они как раз застряли где-то вот тут. Потому что развитие психики от нуля, и, грубо говоря, до 100%, это целый континуум и спектр, на котором человек может быть расположен. Тут, 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 и пограничное расстройство личности, это вот от этой точки, вот до этой точки. И точно тут, если посмотреть, то это будет от людей, которые ближе всего к невротикам, до людей, которые вообще ближе всего к психотикам. Ну и психотики, это те люди, которые находятся наиболее далеко от психического здоровья. И они находятся уже настолько далеко, что самостоятельных каких-то усилий, которые они могут приложить за пределами этого социума, находясь в своих таких очень закрытых семейных системах. А человек с пограничным расстройством личности, и любой человек, который находится на пограничном уровне организации личности, он может самостоятельно приложить усилия для того, чтобы достичь своего психического здоровья. И это самый ключевой, основной принцип, что его психическое здоровье, его уровень адаптации, и то, чтобы из потерянного человека стать цельным человеком, это все зависит только от него самого, от его желания и от его усилий. И как это делать, я вам сегодня буду рассказывать. Специфика именно пограничного расстройства личности, в отличие от всех остальных расстройств личности, типа пассивно-агрессивное, или нарциссическое, или шизоидное, шизотипическое, оно заключается в том, что от природы по темпераменту это очень эмоционально гибкие и неустойчивые люди. То есть они обладают как раз-таки таким подвижным и быстрым темпераментом. И поэтому человек с пограничным расстройством личности, если его попробовать так изобразить, то это человек, которого постоянно штырит вот так вот между всеми этими состояниями, он может быть в какой-то отдельный момент времени, просто суперадекватно, он может проходить через точку психического здоровья. В какие-то моменты он может вообще максимально отклоняться под влиянием, если он находится в каких-то сильных эмоциях, типа под влиянием сильного гнева. Или он может отклоняться в совершенно иную сторону, когда у него сильнейшее чувство вины, когда он ощущает себя как суперплохого. И вот так вот постоянно его, короче, штырит и колбасит просто каждый день. И к чему это приводит? Как себя ощущает человек, вот специфический именно способ восприятия самого себя и мира у такого человека, который находится на пограничном уровне организации личности, имеет пограничное расстройство личности? Я бы себе это представила так, что это человек, который, во-первых, ну, знаете, как есть в таких фильмах, показывают такие прикольные сюжеты, типа когда у человека амнезия, и он каждый день просыпается, у него каждый день как новый день. Он такой проснулся, типа раз, он ничего не помнит, что было перед этим, и он такой как бы заново всё сразу начинает. И каждый новый день это повторяется всё снова и снова и снова. Сейчас их восприятие заключается в том, что когда они находятся под влиянием очень сильной эмоции, они не могут всю картину, и почему это потерянный человек, весь мир, самого себя видеть целиком, во всей совокупности факторов. А они воспринимают мир именно как бы как какие-то осколки, очень фрагментарно, через очень узкую такую дырочку. То есть, например, когда у этого человека, например, какой-то очень сильный гнев, он смотрит на весь мир, и он видит как бы как сквозь какую-то призму. Вот, например, мой друг плохой, а я хороший. Или в другой момент времени раз, его перещёлкивает, и он начинает совсем по-другому воспринимать этот мир. Он говорит, нет, блин, это же я плохой, а он хороший, допустим, под влиянием чувства вины, или под влиянием какого-то стыда. Это постоянно вот так вот просто переключается. Это приводит к тому, что восприятие очень нецельное, оно такое дискретное. И это всё приводит к тому, что на систематическом уровне у этого человека нет цельности, идентичности, именно потому что у него нет глубокой, и цельной такой, всеобъемлющей интроспекции, и у него нету за счёт этого способности к эмпатии, к другим людям, тоже, которая могла бы быть не в один какой-то отдельный конкретный момент времени, а которая могла бы быть глобальной. А это происходит из-за того, что у этих людей слабо развитые, что? Это вы очень хорошо должны знать, базовые навыки психики. То есть в первую очередь это навык понимания своих эмоций, навык опираться на них. В чём причина заключается, что человек задержался на этой стадии, и он по-прежнему всё ещё находится вот тут, а не вот тут. Потому что в детстве, когда его воспитывали, ему вовремя, своевременно, когда это должно происходить с любой психикой, ему не дали развития этих базовых навыков психики. То есть его не научили полагаться на свои эмоции, опираться на них, использовать их как очень-очень чёткий критерий того, куда и как правильно двигаться в жизни. И поэтому в этих эмоциях присутствует какой-то хаос и беспорядок постоянно, человек не знает, что с ними делать, и он либо действует постоянно под их влиянием, либо он наоборот от них отказывается, куда-то их подавляет. И короче говоря, получается чёрт-те что. А ещё из-за того, что его постоянно инвалидизировали, и подвергали в детстве насилию, и внушили ему очень много негативных убеждений о себе, то он думает про себя, что он должен быть не таким, какой он есть на самом деле. И поэтому это человек, который каждый день просыпается в амнезии, но при этом он ещё и постоянно себя чмирит. То есть типа он думает, я плохой, я ужасный, я никчёмный, я делаю что-то не так. И при этом у него нет чёткой ежедневной последовательности в своих действиях, какой-то единой линии по поводу прогнозирования, планирования своего будущего. То есть цель лечения пограничного расстройства личности, это вот из-за этой точки прийти вот сюда, на эту границу. Это явление в психотерапии называется индивидуация. И как раз тут очень сильно меняется субъективный способ восприятия себя. И он из такого фрагментарного, штырящего и очень дискретного как раз превращается в то, что человек был потерянным, а стал цельным, непрерывным и очень-очень сильно осознанным, как бы консолидированным, монолитным, таким сияющим, который уже обратно на осколочки расколоться никогда не сможет. И то есть получается, что если на этой стрелочке изобразить, то достижение вот этой точки, а дальше через невротика он уже сам быстро проскочит. Потому что у него нет таких проблем, которые невротика сделали невротиком, и тут ему вообще не нужен уже для этого ни психотерапевт, никто. И человек это может сделать сам, самостоятельно, достичь вот этой индивидуации. Более того, это иногда с некоторыми людьми вообще происходит без какого-либо лечения. Потому что сами обстоятельства и сами условия среды, которые случайным образом складываются в его жизни, благоволят и способствуют тому, чтобы это именно произошло. Вот, например, такое произошло у певицы Луна. Сначала у неё был именно как раз, ну она где-то вот тут, наверное, была, то есть у неё не было как раз вот этих навыков психики базовых, какого-то понимания, кто я, какая я, были какие-то сомнения в себе, неуверенность, нерешительность, она была потерянным человеком. Смотрела парочку её интервью, и в результате того, как раз она начала заниматься именно творческой, созидательной деятельностью, которая всегда предполагает очень высокий уровень осознанности. Потому что ты пишешь, говоришь о своих эмоциях, если ты о них пишешь, говоришь, ты о них думаешь, ты их уже замечаешь, ты их раскладываешь по полочкам, и в результате этого так... И она индивидуировалась. Или бывает такое, ко мне пришла клиентка, у которой было пограничное расстройство личности, она находилась вот на этом уровне развития психики, она, смотря мои видео, просто приобрела такое количество какой-то именно необходимой, недостающей ей информации, которая запустила в ней какой-то процесс самоанализа, думания, интроспекции, и она прямо начала так... Хух-хух-хух-хух есть, и сама эту информацию, как бы питаться ей, записывать всё, вести конспекты, читать какие-то книжки, по ним тоже вести конспекты, типа ву-ву-ву, как безумный учёный, типа она стала как я. Я могу просто показать свои бумажечки, да. Вот у меня, типа, постоянно какая-то писанина, я пишу, вот мой конспект к этому видео, которое я сама, типа, написала, тут заключена вся вселенская мудрость человечества, вот она стала такой же поглощённой этим процессом, и она просто пришла уже ко мне, когда на первый сеанс, она уже сама индивидуировалась. То есть любой человек... Ограничений для развития психики ни у кого нет. Любая психика развивается всегда, сколько угодно. Тоже расскажу случай, мне разрешили его рассказать. У меня есть знакомая, моя коллега, у которой бабушке больше 75 лет. И эта бабушка была травмирована во время Второй мировой войны. В результате того, что она была травмирована, она, естественно, соответствующим образом воспитывала свою дочку, маму нашей знакомой. Мама из-за этого соответствующим образом воспитывала саму нашу знакомую. И это всё сопровождалось очень большой болью и сожалением, и чувством, что это никогда невозможно исправить. И потом эта бабушка в 75 лет начала участвовать в программе по... Программе по переработке травмы, которую ей нанесли. Бабушка начала в 75 лет. Это Германия оплачивает жертвам нацизма такую бесплатную психотерапию. Эта бабушка начала ходить на групповую психотерапию. И бабушка в 75 лет изменилась. Понимаете? То есть ей в 75 лет психотерапия помогла. И она, допустим, находилась тоже на каком-нибудь таком уровне, и она скакнула в своём развитии. То есть психика всегда хочет развиваться. И насколько она будет развиваться, это зависит от самого человека, от его желания это делать и от того, какая среда есть. И сегодня я расскажу, что человек сам должен делать, чтобы лечиться и перескочить с этого уровня к психическому здоровью. И что должен психотерапевт делать для того, чтобы это произошло? Какие условия он должен для этого создать? И когда с человеком происходит вот такая ситуация, что он достигает индивидуации, он перестаёт быть потерянным, и он воспринимает себя во всей совокупности всех эмоций. У него очень сильная интроспекция. И он ещё и понимает это всё на протяжении всего времени своей жизни. У него прошлое, настоящее и будущее как бы объединяются. И достигается такая очень высокая цельность, которую я могу изобразить вот так, что типа раньше был такой фрагментарный глазик, который только мог вот так вот по одной секундочке там смотреть в какие-то разные места, не замечая всей картины целиком. А потом, это, блин, у меня сегодня такая жёсткая проблема с фломастерами, а потом он становится таким глазиком, который просто видит всё одновременно. Сейчас я вам как раз хочу рассказать о том, как стать таким просветлённым глазиком бесконечности во Вселенной. Пограничное расстройство личности – это не однородная категория, а категория людей с разным уровнем сложности. этой патологии. И в соответствии с этим в лечении пограничной патологии есть иерархичность целей. Самое тяжёлое, это ближе всего к психотикам, которые находятся, это пограничное расстройство личности с парасуицидальным поведением. Что это такое? Это когда человек себя режет, это когда он пытается повеситься, когда он пытается покончить с собой, когда он об себя окурки тушит, это когда у него есть какое-то самоповреждающее поведение, или у него есть угрозы, когда он кричит, если ты не сделаешь это, я повешусь, или если ты не сделаешь это, я покончу с собой. Такое поведение, которое немножко похоже на шантаж, но оно происходит просто на пике дичайших, огромных по интенсивности, невыносимых негативных эмоций. Следующее по тяжести, чуть более лёгкое, вагончик такой, это у нас поведение, препятствующее терапии. Что это значит? Это когда, ну это для взаимодействия между клиентом и психотерапевтом разработано, но это имеет аналог в жизни. Это когда вы, имея пограничное расстройство личности, не понимаете, где находятся границы другого человека, и вы их из-за этого нарушаете, вы их не можете соблюдать. И в терапии это проявляется в том, что клиент, он, например, сначала хочет ходить на терапию, он начал ходить, потом ему надоело, стало сложно, он решил бросить, короче. И он начинает пропускать занятия, или потом ему вдруг плохо опять стало, он такой среди ночи звонит психотерапевту, Ольга Сергеевна, помогите мне, пожалуйста, я больше не могу, а можно завтра к вам записаться на сеанс? Или они, например, забывают оплату, или они очень много-много-много сеансов, например, ходят без оплаты. То есть, короче говоря, в обычной жизни аналогом этой ситуации это является, когда человек нарушает личные границы другого человека, то есть его эксплуатируют, используют, когда ему нужно. Например, когда вам грустно стало, вы звоните какой-нибудь девушке и переспали с ней, а потом начинаются трудности в отношениях с ней, вы думаете, не, я не хочу проявлять отношение к ней в любовь, в заботу, и бросаете ее. В общем, короче говоря, это когда происходит какая-то фигня в отношениях, когда у вас есть жена и любовница, или когда вы, например, кого-нибудь бьете, потому что у вас есть очень сильный гнев, который вы не можете контролировать, и вы подвергаете другому насилию. Короче говоря, это всевозможные формы тирании, когда вы являетесь тираном. Следующее, чуть более легкое, это пограничное расстройство личности, у которого есть проблемное поведение, или поведение, снижающее качество жизни. Что это такое? Это когда у человека есть всевозможные зависимости. Это алкоголизм, это наркомания, это, например, ограничительное расстройство пищевого поведения, анорексия, булимия, орторексия, даже эмоциональное переедание сюда относится, и ожирение сюда тоже можно отнести, зависимость от порнографии, зависимость от интернета, зависимость от социальных сетей. Все зависимости, они относятся к поведению, которое снижает качество жизни. То есть, запомните, очень важная мысль, если у вас ограничительное расстройство пищевого поведения, или если у вас алкоголизм, или какая-то у вас зависимость любая, то есть у вас зависимая структура личности, независимое расстройство личности, а именно ваша структура личности является зависимой от чего-то, от какого-то объекта, то это всегда значит пограничное расстройство личности то есть если вы будете хотеть избавиться от зависимости то вам нужно будет овладевать базовыми навыками психики то есть учиться понимать свои эмоции осознавать их выражать учиться коммуницировать и переживать стресс а не просто так бросить этот объект потому что структура личности от этого у вас не изменится это значит вы находитесь вот здесь в этой точке и вам надо проделать вот такой путь по избавлению от пограничного расстройства личности и самая легкая степень пограничного расстройства личности самая легкая степень проблем это просто отсутствие базовых навыков психики когда их нет то есть когда человек не понимает свои эмоции он не умеет коммуницировать но при этом он и не алкоголик и не наркоман и у него нет какой-либо зависимости и вот каждый человек у которого есть вот это пограничное расстройство личности он может, например, если это легкая пограничная патология, у него может не быть навыков, но у него может не быть ничего этого. То есть он начинает вот от этой точки старта свое развитие. Может быть такое, что человек зависимый и тогда ему надо будет и предпринимать терапевтические усилия по избавлению от зависимости, потом учиться навыкам и потом дальше двигаться. Если у него поведение препятствующее терапии, он начинает вот с этой точки старта и ему надо сделать три вагончика, прежде чем выйти. Если это пара суицидальная, он в самом низу находится, в самом начале, ему надо вот с этой точки начинать двигаться. Вот как Леся Кафельникова, у нее было пара суицидальное поведение с шантажом, она от этого избавилась, от зависимости избавилась, навыки теперь приобретает. У нее еще была анорексия, видите, вот ей надо было сделать четыре вагончика и она уже это сделала, она держится. Дальше, если человек сделал все эти вагончики, с ним произошла индивидуация и после этого иерархичность цели в лечении будет такая, уже вот тут видите, когда он стал как бы условно невротиком, он уже поднялся на эту ступень, то есть он вот с этого уровня, у него произошла прекрасный кризис, прорыв, квантовый скачок, переход вообще на качественный новый уровень и ему надо быстренько вот это доделать и он вообще станет супер психически здоровым. Что это? Это то, что соответствует работе с невротиками, то есть это проработка психологических травм, это разговор о родителях, это проработка домашнего насилия и самый последний вагончик это решение экзистенциальных вопросов, то есть это приобретение, субъективный, ну не приобретение, а осмысление скорее, своей собственной цели в жизни, своего собственного смысла жизни, своих собственных норм, личных ценностей, идеалов, мнений и какого-то плана, прогноза на свое будущее, как ты хочешь прожить эту жизнь, то есть это выход из экзистенциального кризиса. С невротиками, если невротик приходит, то он делает только вот это и вот это и пошел дальше свободно гулять себе по жизни, а пограничникам, видите, надо очень много какой работы переделать, Мишаня, все фигня, давай по новой, да, то есть тебя неправильно воспитали, самому приходится все переделывать. Почему человек находится в этой точке, почему он вот вырастает, кто-то не пограничник, а вот он пограничник. Естественно, это происходит из-за того, что его начали подвергать домашнему насилию, то есть неправильно воспитывать, по-дурацки. Родители были некомпетентны, типа как родители, безграмотны, они не дали ему то, что должен давать воспитатель на этой стадии. И в результате этого, вот знаете, не хочу упрощать, но есть такая фраза, типа мы всегда остаемся в той точке, где нас недолюбили. И вот человек с пограничным расстройством личности, он остается в этой точке, где его недолюбили, а эта точка от восьми месяцев до трех лет. То есть примерно человеку с пограничным расстройством личности субъективно внутри его возраст, его недолюбленного ребенка, это полтора годика. И вот представьте, человек внутри ему полтора годика, а снаружи он взрослый, и типа вот этот вот небольшой такой рассинхрончик, типа надо устранить. По поводу экзистенциального кризиса, что хочу сказать. Человек, который остался на этой точке, он очень сильно страдает, он каждый день испытывает кучу боли, его штырит, он продирается через огромное количество страданий, потому что он не понимает все свои эмоции, они для него очень сильные. И он хочет выйти из экзистенциального кризиса. Он субъективно чувствует, что это его последний вагончик, в который он еще может опять скачать. Но это, понимаете, но это последняя цель. Вы никогда не можете выйти из экзистенциального кризиса, если вы не сделали все предыдущее. Выход из экзистенциального кризиса делается в последнюю очередь, потому что это самая-самая сложная задача. Все эти цели, они по иерархичности, они стоят как пирамидка. Сначала мы делаем одно, потом мы делаем другое, и тут вот этот экзистенциальный кризис, он уже будет просто как вишенка на торте. Из него уже будет очень легко выйти, если перед этим крепкую базу создать. Итак, чтобы вылечить пограничное расстройство личности, нужно, чтобы сам человек, носитель пограничного расстройства личности, делал кое-что, и нужно, чтобы его психотерапевт или его среда, его окружение, делало тоже кое-что. Задача психотерапевта это создать для клиента такую среду, чтобы в этой среде психика развивалась. Точно так же, как цветочек. Если за ним плохо ухаживать, он умрет. Мы создали для него плохую среду. Если ухаживать за ним средне, он останется точно таким же. Если очень хорошо за ним ухаживать, все правильно делать, понимать его потребности, где ему нужна обрезка, где полив, сколько ему нужно солнце, создать для него индивидуальные условия, цветочек будет очень быстро расти. Вот психотерапевт должен сделать именно что-то такое. Что? Сейчас расскажу. Расскажу сначала, что должен сделать сам наш цветочек. Хотя на самом деле расстройство личности это скорее не цветочки, цветочки это у нас невротики, а пограничное расстройство личности это у нас ягодки. И вот человек с пограничным расстройством личности, начало его работы над собой, без которого невозможно обойтись, оно представляет из себя очень важную вещь, которая называется радикальное принятие. И по сути это уже самая первая точка осознания. Расскажу историю, которая произошла с Маршей Лайнен. Это основатель диалектика поведенческой психотерапии, метода, который обладает научно доказанной эффективностью, лечение пограничного расстройства личности и на сегодняшний день до сих пор остается золотым стандартом. Это когнитивно-поведенческая психотерапия третьей волны. Марша Лайнен сама была с пограничным расстройством личности. Причем она была с паросуицидальным поведением, самая нижняя ступенька. Естественно, ее воспитывали очень, она из перфекционистской семьи. Она была отличница, она все время очень сильно старалась что-то делать, угождать для родителей, но при этом она себя тотально не любила и не принимала, потому что она переняла отношение к себе, которое было у ее родителей к ней, очень условное принятие. И она себя считала плохой, не такой как все, неправильной, инаковой. И когда ей было плохо, она резала себя, потому что она страдала от дичайшей депрессии, от выжигающей ей душу какой-то боли, с которой она просто не могла справиться. У нее как огромный черный котлован был, с горящими краями, которые она хоть как-то хотела затушить, нанося себе самоповреждения. Ее постоянно клали в психушку, она лежала в психушке, ее там лечили от депрессии, никто не мог помочь, ее считали самой тяжелой пациенткой, постоянно ее там, короче, привязывали, запирали в такой комнате, чтобы она ничего не могла с собой делать, она билась головой об стенку, чтобы нанести самоповреждение. Короче, она настолько сильно страдала от своих сильных негативных эмоций, невыносимых, что она вредила себе. Это было, когда она была молодая. Потом, когда ей было 20 лет, но она уже просто, блин, она не знает, что делать, но при этом она была очень умная девушка. Она пошла в монастырь жить, и там в монастыре условия среды как раз были совсем другие, да, ее там принимали, ее никто не оценивал, ни негативно, ни позитивно. Ей давали возможность быть такой, какая она есть. И при этом была очень четкая дисциплина в таком учреждении, и она очень много молилась, то есть она постоянно была самой собой, она думала о себе, и вот это противодействие между ней и окружающим миром, оно растворилось, оно как бы стерлось, да, потому что окружающая ее среда, микросоциум, он был принимающе нейтральным, спокойно дружелюбным, умеренно доброжелательным, но при этом никак не оценивающим ее, ни как хорошую, ни как плохую. И плюс к этому она постоянно говорила с собой, и в таком процессе с ней произошла индивидуация, и она смогла себя принять, и она описала это чувство, как чувство радикального принятия себя. Что это значит? Это значит, что человек не оценивает себя ни как плохого, ни как хорошего, и оценивает себя скорее как набор, ну, ты говоришь и ты думаешь, как ты к себе относишься, но я все равно это я, блин, но другого уже не будет, нет смысла бороться с собой, я не могу себя, никогда не смогу себя переделать. Все, я есть, я уже живу, ничего с этим не поделаешь, и нет смысла противодействовать жизни. И я не являюсь ни хорошим, ни плохим, точно так же, как другие люди не являются ни хорошими, ни плохими. Любой человек это набор каких-то определенных структур, и самое главное, что человек, он на протяжении всей жизни как раз таки развивается. Ну, типа, я тоже хочу это нарисовать, то есть, допустим, смотрите, вот мне 18 лет, да, 18 лет, я вот такая, у меня есть вот такие, скажем, навыки, да, какие-то способности, каких-то у меня уже нет, потому что они закончились в более раннем возрасте. Потом, когда мне 25 лет, у меня могут появиться какие-то новые, которых не было вот тут. Вот эти, которые у меня были тогда, они могут остаться и продолжиться. Вот эти тоже могут как-то закончиться. Потом, если я понимаю, допустим, мне тут 25 лет, да, потом я понимаю, что вот эти были неэффективны, я их сама заканчиваю, вот эта была очень крутая, я ее тоже продолжаю, и вот эту я тоже продолжаю, потому что она клевая, я дополняю себя какими-то новыми. И вот видите, человек, он как бы все время немножко разный, точно так же, как наш клеточный состав полностью меняется за 3-5 лет, кости дольше меняются, то точно так же и человек это текущая структура, которая развивается со временем, и она всегда развивается при помощи того, как мы сами работаем над собой, того, как среда меняет нас. И мы во время этого процесса все время находимся в непрерывном диалоге, как бы со Вселенной, со всем сущим, и мы объединены с этим миром, мы являемся его частью. И наша задача, если мы хотим лайфхакнуть жизнь, понять ее и найти именно свое место в этом мире, лучше всего с ним интегрироваться, это найти для себя именно такую форму существования, которая будет самая красивая. Она включает в себя, конечно, есть что-то от природы, по темпераменту, что-то такое, чего изменить нельзя. У людей с пограничным расстройством личности это, как правило, очень сильный артистизм, это очень высокое чувство стиля, это нереальная крутота, ну это просто мега, ну такие, прям реально необычненькие, клевенькие такие люди. Это, конечно же, надо сохранить, это ты настоящий. Но если ты, например, тупишь, допустим орешь на своего парня, который в депрессии находится, что ты можешь делать? Ты можешь перестать орать на этого парня, ты от этого не перестанешь быть собой, ты останешься точно таким же собой, но только не орущим. Что еще ты можешь делать? Вообще перестать выбирать парней с депрессией, типа прикиньте, тогда будет все легче не орать. И ты можешь выбрать для себя именно такую форму, которая сохранит твои лучшие генетические предпосылки, а сам ты можешь себя наполнить самым лучшим, чем-то самым эффективным, чтобы быть именно таким красивым, как ты хочешь. И тогда это и тебе будет счастье, красота, всем будет счастье, красота и потом даже умирать будет не жалко. Вот что такое радикальное принятие? Это когда ты понимаешь, откуда ты такой, кто ты, какой ты, и ты как бы отчасти ты не оправдываешь себя, но ты принимаешь себя, ты говоришь конечно, а каким я еще мог быть? Как я могу, например, не гневаться или не стыдиться себя, не считать себя неудачником, если меня постоянно все детство оскорбляли? Но при этом это не значит, что ты должен продолжать от этого стыдиться. Это значит, что мы также разделяем себя, я, центр, ядро своей личности и свое поведение, которое у тебя есть. Вот эта ниточка, это поведение, его можно изменить, но есть и ты, который в чем-то никогда не изменится. Ну вот самое клевое, как это произошло, это как раз у Леси Кафельниковой. Она, короче, и очень часто это радикальное принятие, оно происходит тогда, когда человек понимает, что дальше уже точно никак невозможно, то есть он уже заходит в какой-то просто адский тупик, который ну просто такой тупик, что из него вообще нет никакого выхода и очень часто это сопровождается тем, что как раз среда этого человека кардинально меняется, то есть от нее отказались родственники, от нее отказался папа. Очень круто, что он это сделал и она сама на себя взяла ответственность за свою жизнь и после этого у нее стремительно произошел этот скачок, после этого она смогла развиваться, потому что условия ее среды поменялись и папа, который ее блокировал, потому что он ее и контролировал, и не принимал, и осуждал за ее негативное поведение, а она думала, что за нее саму перестал это делать, у нее возникла свободная атмосфера, свободное пространство, в которых она сама смогла принять себя, а то, как она делала, по шажочкам поднималась, работала над собой и она теперь знает, что это ее заслуга. Итак, я наговорила уже 53 минуты без монтажа материала, я думаю, что пришло время поговорить о лечении пограничного расстройства личности. Итак, что же должен делать психотерапевт для того, чтобы человека вот с этой вот любой точки, на которой бы он не находился, сначала довести до индивидуации, а потом вывести и вот сюда, вообще до психического здоровья. Для этого, во-первых, необходима база лечения, на которой все строится, все абсолютно зиждется и базируется. Это отношение психотерапевта к клиенту. Оно очень похоже на то отношение клиента, которое у него у самого должно быть по отношению к себе, радикальное принятие, о котором я вам сейчас рассказывала. Это отношение является очень-очень тонким балансом между принятием и конфронтацией, то есть критикой. В целом отношение психотерапевта можно охарактеризовать как корректирующая, то есть как брекеты. И в этот момент, ну типа, человек вырос с кривыми зубами, а мы их сейчас будем выпрямлять. То есть он создает именно такие условия, которые где-то как бы давят в нужных местах правильно, направляют, как бы структурируют русло реки для того, чтобы именно энергия человека была направлена на его развитие. Мы, когда на супервизионной группе разбираем это, девочки шутят, что это как с одной стороны мама психотерапевт, а с другой стороны как батенька, ну матушка. Мать-земля, такая природа, которая принимает, да, мать, это та, которая полностью тебя принимает, любит, не осуждает никогда. Там ты можешь человека убить, она тебе поможет труп закопать, ты нарисуешь какую-нибудь каляку-баляку, она скажет, что это самое лучшее. Вот между вот таким вот полнейшим тотальным растворяющим принятием, когда ты растворяешься в этом человеке. И конфронтация, это такое жесткое, да, а ну-ка быстро всем спать в девять, все, батенька заглянул все, чик-чик, такие сразу хорошенькие стали. То есть это именно такое жесткое воспитание, как дрессировка, такая небольшая, когда мы даем как раз, а Техке это говорит, что это сочетание эмпатических описаний с отзеркаливаниями, это когда мы понимаем этого человека, когда мы даем ему эмпатию с фрустрациями, которые должны быть терпимые, терпимые фрустрации, это запреты, которые мы говорим мне, а вот так вот нельзя делать, вот это плохо. И это же происходит так, что мы ядро личности этого человека принимаем, то есть мы его самого любим, а его какое-то поведение, которое у него есть, неправильное, дисфункциональное, мы его не приемлем. И как раз это поведение мы критикуем для того, чтобы оно ушло, для того, чтобы оно пропало у этого человека. И Маша Лайнен называет эту процедуру причинно-следственное управление, причинно-следственное. То есть мы управляем поведением этого человека, в зависимости от, у него есть такое, его поведение это причина, наша реакция на него это следствие. И в этой ситуации, я же еще раз говорю, психотерапевт, да, он выступает как представитель всех землян, всего человечества. Он говорит, вот смотри, тебя в твоей семье вот так вот воспитали, то что ты теперь и сам себя не любишь, и не принимаешь, и ты теперь страдаешь. Вот я нормальный, адекватный человек, а психотерапевт это должен быть нормальный, адекватный человек. Типа должен быть, да. И он говорит, психотерапевт, смотри, я в жизни нормально разбираюсь, хорошо живу, я умею решать разные проблемы, я психически здоровый, вот я тебе сейчас буду давать обратную связь. Вот где ты себя неправильно ведешь, мы тебя немножко исправим за счет этого. А вот где ты хорошо себя ведешь, и это мы будем подкреплять. Сейчас буду объяснять на примерах все. Причинно-следственное управление, то есть если, ну типа, условно, ваш клиент звонит вам в 4 часа утра и говорит, Мария Семеновна, мне стало очень плохо, пожалуйста, можно завтра к вам записаться вот на 10 утра. Мы говорим, ну послушай, я согласился, договорился с тобой работать, ты три сеанса перед этим отменил, пропустил, просто потому что тебе было лень приходить. Сейчас ты хочешь, чтобы я по первому зову собирался и бежал с тобой проводить сеанс? Ну хорошо, давай я проведу, но это будет иметь такое условие, что если мы сейчас на него встретимся, то ты больше сеанса не пропускаешь, и ты своим поведением демонстрируешь мне, что ты заинтересован в своем выздоровлении точно так же, как и я заинтересован, чтобы не получалось такого, что я прикладываю для этого гораздо больше усилий, чем ты сам, потому что для меня это выглядит как эксплуатация моей психики, по первому зову я должен пробежать, чтобы тебя удовлетворить. Нет, такого не будет, потому что я себя уважаю, и мне бы хотелось, чтобы тоже уважал меня и считался с теми усилиями, которые я затрачиваю для твоего выздоровления. Это база, на которой зиждется вся психотерапевтическая работа. Дальше, над ней стоят с одной стороны навыки психики, и этих навыков на самом деле сюрприз, не три, а четыре. Один из них это навык эмоциональной саморегуляции, когда мы учимся понимать, осознавать и выражать свои эмоции. Дальше, это навык коммуникации, когда мы умеем, а ну-ка, просить, отказывать, конфликтовать, выражать свое мнение, настаивать на своих правах. То есть, по моей интерпретации всех этих навыков, которые перекрывают все 100% этих навыков, это ненасильственное общение, это умение правильно конфликтовать, и это уверенность в себе, то есть ассертивность. Все эти навыки есть в отдельных плейлистах. И это навык стрессоустойчивости, то есть это умение себя успокоить, утешить, отвлечь внимание, когда мы не можем эту ситуацию изменить, и придание смысла какой-то ситуации кризисной, в которой мы находимся. Так, это самоутешение, самоуспокоение, это отвлечение внимания, и это поиск смысла. Но есть еще вот эти три навыка, они очень важные. Они все, если их освоить, еще превращаются потом, есть отдельный такой четвертый навык. Раз, два, три. Четвертый навык, это самый интегративный навык психики, он называется сломай язык, навык психической вовлеченности. По-русски это просто осознанность, то есть в результате и всего вот этого у нас приобретается осознанность. Но есть отдельный навык, который отвечает за осознанность. Я его нарисовала как домик, потому что он очень-очень важен. И этот навык, он еще Маршал Лайнен его называет мудрый разум. Вот про это у меня будет отдельное видео. Вот про это все уже было, про это будет отдельное видео. Мудрый разум. Это когда у человека, у него может быть, у любого человека может быть перекос либо в сторону эмоций, когда эмоции преобладают над разумом. И тогда он начинает вообще очень жестко косипорить, творить всякую хрень. Вести себя как полный придурок. Например, вам грустно и невыносимо, и вот вы начинаете, например, резать себе вены. Или вы начинаете бухать нещадно. Или вам разозлились на своего супруга, вы побежали ему изменять. Или вам скучно с ним стало. Или вы разозлились на своего супруга, вы начинаете его бить. Это когда эмоции преобладают над разумом. А бывает такое, когда разум преобладает над эмоциями. Это называется рациональный разум. Это когда мы свои эмоции подавляем, наоборот. Например, вам предложили выйти замуж. Вы думаете, блин, по-моему, я этого чувака не очень люблю. Но с точки зрения разума было бы, наверное, целесообразно выйти замуж вообще за кого-то. Я же не хочу остаться девой старой. Или, например, вам предлагают какую-то работу, которая вам тоже... Или вы уже работаете на какой-то работе, она вам не нравится. Но вы думаете, так, но я же не могу остаться без денег. Короче, когда вы не обращаете внимание на свои эмоции, вы их, наоборот, подавляете. Из-за этого вы живете какими-то чужими, оторванными от ваших собственных предпочтений, какими-то правилами. Не имеете возможности их поменять. Это и то, и то, это очень плохо. И Marshall Leinen учит, как уравновесить эмоциональный и рациональный разум. И в результате этого получается мудрый разум, когда вы используете сильные стороны и эмоции разума для того, чтобы их консолидировать и приобрести как бы взгляд на свою жизнь над и смотреть на нее сверху. Лучше в ней разбираться, типа уровень бог. И это первая часть работы, техническая. Мы учим человека всем этим базовым навыкам психики. И второе, что мы делаем, у него же, у этого человека с пограничным расстройством личности, есть какое-то проблемное поведение. То есть он или это парусуицидальное поведение, или это тирания, то есть когда он нарушает личностные границы других людей, либо это поведение, снижающее качество жизни, то есть зависимость. Алкоголизм, наркомания, ограничительного расстройства пищевого поведения. И для борьбы со всеми этими видами проблемного поведения, которые ухудшают качество жизни этого человека, это как замусоренный бардак в жизни, который надо разгребать. Он появился, потому что у человека не было владения этими базовыми навыками психики. Но в результате того, что у него их не было, он как костыли начал использовать все это. Ограничение в приеме пищи, или алкоголизм, или игроманию, или резать себе вены, это костыли, которые в отсутствии владения базовыми навыками психики, временно помогают ему удержаться на плаву. В краткосрочной перспективе это имеет пользу для него, но в долгосрочной перспективе это, конечно же, ему вредит и загоняет его в безвыходную ситуацию, потому что зависимости вредят и телу, и душе, и мешают другому человеку, который находится рядом с тобой. И для борьбы с проблемным поведением у нас существуют такие методики, как первое, это анализ проблемного поведения, это когда мы очень тщательно это поведение анализируем. Во-первых, мы его называем каким-то словом, то есть мы его символизируем, концептуализируем как-то. Во-вторых, мы смотрим на его предпосылки, откуда оно берется, какие факторы способствуют его возникновению, триггерят его, потом что происходит во время самого этого поведения, то есть что человек в этот момент думает, чувствует, если это, например, приступ булемии, сколько эта девушка, ну или девушка, парень, переедают, то есть, например, съела два батона, пол пачки сливочного масла, потом пошла еще в магазин, купила себе пачку пельменей, то есть мы очень тщательно описываем это поведение, и наконец мы анализируем последствия этого поведения, предпосылки, само поведение, последствия, мы ставим цель, как избавиться от этого поведения, мы ее формулируем эту цель, и после этого мы вырабатываем, это был анализ проблемы, после этого у нас есть стратегия решения проблем, а решение проблем это в первую очередь, стратегия принятия решений, когда мы принимаем какое-то решение, то есть человек, он опять же смотрит, что вот он находится сейчас, вот он вот тут вот находится в этой жизни, уже вне контексте каких-то рамок и границ, но он хотел бы потом когда-нибудь свою жизнь иметь вот такой, без алкоголизма, с хорошими отношениями с женой, что нам для этого надо сделать? Нам надо принять, нам надо выработать цель, проанализировать это проблемное поведение, принять решение, про это у меня было видео, как принимать решение, заметьте, и дальше, после того, как мы это решение приняли, нам что надо делать? Все, начинать маленькими шажочками делать что-то в направлении достижения этой цели, и здесь психотерапевт помогает составить план решение этой проблемы, потом мы потихонечку двигаемся, это называется принцип шейпинга, тоже я его запишу, наверное. Шейпинг это маленькие порции, когда мы каждый день, по чуть-чуть делаем что-то для достижения этой цели, и здесь ещё есть такая процедура, как направляющая ободрение, когда мы говорим ооо да, молодец, давай все, у тебя вот это получилось, когда мы учим самого человека вознаграждать себя за вот эти усилия маленькие, замечать их, мы его подкрепляем, подбадриваем и мы ему делаем позитивное подкрепление правильного поведения. То есть мы взращиваем новые здоровые привычки взамен тех вредных и больных, которые его блокировали, делали зависимым и мешали ему правильно жить. Поэтому разговор про пограничное расстройство личности у нас на самом деле еще сегодня на этом не заканчивается, он только начинается. И это видео на самом деле оно служит подводкой к очень большому количеству тем, которые я бы не смогла разобрать уже без этого видео тоже. Смотрите, про эти навыки я уже рассказала. Дальше я еще расскажу про осознанность, то есть как сбалансировать свой эмоциональный разум и рациональный и сделать мудрый разум. Про это у меня будет отдельное видео одно. Дальше, решение проблем у меня уже было видео, про это тоже уже все было, про базовые навыки психики. Дальше, мы еще будем, у меня отдельное видео будет про анализ проблемного поведения, то есть как проанализировать свою проблему. Дальше, про то как достигать этих целей тоже будет. И еще будет про, когда вот это все уже будет делано, когда вы обучитесь навыкам, когда вы научитесь решать свое проблемное поведение при помощи анализа проблемы и решений, все эти вагончики будут закрыты. Я буду снимать отдельно видео про ограничительное расстройство пищевого поведения и про лечение зависимостей. Базируясь на этом материале, потому что без понимания пограничного расстройства личности с этим сделать ничего будет нельзя. Просто это будет более детализировано и конкретно в узких темах и фабулах, так сказать. И после того, как даже вы решите все это, то надо еще будет выходить из экзистенциального кризиса и решение экзистенциального кризиса тоже у меня будет отдельное видео. Видите, как много еще всего впереди. Я постараюсь это организовать и структурировать в аккуратные плейлисты, чтобы вы не запутались. Ну хорошо, давайте попробуем какой-нибудь примерчик разобрать. Например, приходит к вам человек с пограничным расстройством личности. Как будет выглядеть его лечение? Например, это молодая девушка, которая в районе 25 лет и она, например, наносит себе самоповреждение. То есть у нее есть парасуицидальное поведение. Первое, что делает психотерапевт, это он выбирает, как он к этому относится. И база это его отношение к клиенту. То, как психотерапевт относится к клиенту, точно также и клиент будет перенимать это отношение и учиться также относиться к себе. Во-первых, психотерапевт будет относиться к этой девушке уже как к взрослой, адекватной и здоровой. То есть имеющей огромный потенциал и ресурс. Просто он будет воспринимать ее, что это обычная, нормальная, очень классная, интересная, умная девушка. Он будет видеть все ее достоинства личности, все ее вот эти плюсы, то есть то поведение, которое у нее является очень здоровым, адаптивным, хорошим. И он будет принимать ее полностью, но и за счет того, что он будет относиться к ней как здоровый, как взрослый, он будет воспринимать ее без обеспокоенности. Самая главная ошибка, которую делают психотерапевты, самая главная ошибка, которую делают родственники человека с пограничным расстройством личности, это отношение с обеспокоенностью. То есть за счет этого вот этот человек с пограничным расстройством личности, он сам кипишует, он не знает, что ему делать со своей жизнью, у него накал вот этих эмоций огромный и он этим заражает своего или психотерапевта или своего сожителя, своего близкого человека и тот начинает тоже вместе с ним кипишевать. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что это еще больше расшатывает эту систему и усиливает вот этот маятник колебаний из стороны в сторону. А психотерапевт это очень спокойный человек для пограничного расстройства личности. Такая роль у него. Он является очень стабильным, надежным и структурирующим, успокаивающим, гармонизирующим. И он говорит этому человеку не прямо, но может и прямо сказать, но посыл будет такой, что ты взрослая, ты нормальная. Дальше у нас идет валидизация, принятие. Естественно, ты делаешь это, естественно, ты наносишь самоповреждение. Это не значит, что ты плохая, это не значит, что ты больная, это не значит, что ты неправильная. Если бы я родилась в твоей семье, я бы делала точно то же самое. Но, тем не менее, несмотря на то, что ты хорошая, несмотря на то, что ты в этом не виновата, это поведение само по себе является неадаптивным, его надо убирать. Ну, куда это годится? Раз в две недели поканчивать с собой. И в итоге ты не умерла, превращаешься как в человека, который кричит волки-волки. В итоге ничего хорошего не происходит. И самое главное, это не эффективный способ добиться того, чего ты хочешь. То есть тут у нас идет критика именно вот этого парасуицидального поведения. Мы к нему относимся как к проблеме. И мы осуществляем анализ этой проблемы. Мы берем случай, когда она последний раз делала это. Эпизод парасуицидального поведения. Она рассказывает, я поссорилась со своим мужем, он такой козел, он напился, он пришел ночью, а я его перед этим долго говорила, вернее орала. Я больше так не могу и так далее. Мы, разбирая этот эпизод парасуицидального поведения, рассматриваем все факторы или мы рассматриваем несколько эпизодов. Мы выявляем все факторы, которые способствуют наступлению этого проблемного поведения, то есть приступу парасуицида. Потом мы разбираем в этот момент, что происходит для того, чтобы понять, что успокаивает, что наоборот нагнетает, какие мысли в этот момент есть у человека. Самое главное понять, какие эмоции в этот момент есть у человека. И потом мы смотрим, какие негативные последствия у этого поведение с долгосрочной перспективой для того, чтобы у человека сформировалась цель и мотивация навсегда от него избавиться. И мы рассматриваем, какие краткосрочные позитивные последствия есть у этого, что это помогает человеку снять боль и убрать какую-то глубинную негативную эмоцию, которая в этот момент терзает его, не дает ему жить и которая создает резкий экзистенциальный кризис, препятствуя возможности человека вообще находиться в этом мире. Вот мы осуществили такой анализ проблемного поведения и психотерапевт с клиентом договариваются о том, что они вместе будут работать над его устранением. В таком случае цель будет это избавиться от него полностью, но избавиться полностью от какого-то поведения невозможно, его можно к чем-то заменить. И тогда мы прибегаем к решению проблем и мы делаем табличку выборов, что можно делать в тех или иных ситуациях, когда происходит конфликт с мужем. То есть мы эту проблему концептуализировали как приступ парасуицидального поведения. Во время конфликта с мужем из-за того, что как значит по-другому нам выходить из этой ситуации конфликта с мужем? Естественно, нам нужно понимать свои эмоции в этот момент. То есть, что нам не нравится в поведении мужа, это эмоция гнев, за что этот гнев, как мы по-другому можем выразить этот гнев. И тогда мы осваиваем навык коммуникации. Как мы можем выразить этот гнев? В форме ненасильственного общения. И тогда психотерапевт учит клиента навыку ненасильственное общение. Вот смотрите, как очень сильно отличается работа у психотерапевта с невротиком от работы у психотерапевта с пограничником. Невротика психотерапевт полностью принимает, вообще типа распускает его, да, типа говорит, давай-давай, будь похуже, будь похуже, ух, мы тебя сейчас немножко встряхнем. Добавим тебе секса, драйва, рок-н-роллы, давай, стань плохим пацаном или девчонкой. Мы его раскрепощаем, мы его вообще не критикуем, мы вообще не даем ему никаких советов, мы говорим распускайся. И помимо этого мы никогда не учим его никаким вот прям советам, то есть не говорим делай так, делай так, делай так. Мы больше ему помогаем самому самовыражаться, гораздо менее директивные. А тут психотерапевт это реально как тренер, то есть он учит навыкам, он говорит, смотри, вот ты с мужем когда поссорилась, у тебя сильный гнев, ты пошла и порезала себя. Вместо этого ты должна осознать, что у тебя есть гнев, и он рассказывает, смотри, какие у нас есть всего базовые эмоции, рассказывает про все эмоции, как мини-лекция такая, то есть он прямо обучает навыкам. На следующем сеансе психотерапевт обучает именно навыку ненасильственное общение. Это все именно и совпадает с той ролью, которая есть у родителя от 8 месяцев до 3 лет для ребенка. Именно в этом возрасте родитель должен научить ребенка понимать свои эмоции, отличать их друг от друга, осознавать, правильно адекватно реагировать под их влияние, правильно себя вести, чтобы эта эмоция, правильная эмоция, возникающая в такой или иной ситуации, выражалась в правильном поведении, каком-то адекватном, которое способствует социальной адаптации этого еще маленького ребеночка. А тут психотерапевт правильное поведение оставляет, подкрепляет, неправильное критикует, хочет его заблокировать, купировать, как хвостик отрезать у собачки, купировать. И обучение очень много происходит, тренинга навыков и огромная часть работы пограничного расстройства личности это тренинг базовых навыков психики. И вот мы, например, учим потом эту клиентку, она осознала свой гнев, она осознала свою грусть, свою обиду на этого мужа. И дальше, мы же рассмотрели анализ проблемного поведения, что она думает в этот момент. Она думает, я никому не нужна, меня никто не любит, я ужасный человек, я не знаю, что мне дальше делать в жизни. Она себя накрутила, ее эмоции стали еще сильнее от этой безысходности, чтобы хоть как-то ее облегчить, получить эндорфины, она пошла себя порезала. И мы учим ее, как вместо этого себя вести, чтобы паросуицидальное поведение прекратилось. Во-первых, это стрессовая ситуация. Она должна себя утешить, успокоить, либо отвлечь внимание, либо придать смысл этой ситуации. Например, вот у нее произошел этот конфликт, она сейчас пойдет себя резать. Что делать? Скажи себе, ничего страшного, все хорошо, мы разберемся в этой ситуации. Дальше. Со мной все в порядке, я сейчас не буду усиливать и так эту негативную ситуацию. Все предыдущие разы она успокаивает себя так. Когда я так себя вела, это было неэффективно, поэтому сейчас надо попробовать сделать что-то другое. И мы придумываем заранее, что будет делать этот человек. Либо пойдет поприседает, либо пойдет съесть что-то вкусное и не сильно вредное, либо пойдет музыку послушать, либо подержит кусочек льда в руке. И человек-то, мы к нему относимся как к взрослому, то есть он сам принимает на себя ответственность за свою жизнь. И мы говорим ему с самого начала, ты, это твоя жизнь, ты можешь умереть, ты можешь не умереть, ты можешь жить так, как сейчас, ты можешь жить лучше. Я являюсь носителем определенной информации, определенных знаний о том, как это можно сделать структурированно. Если хочешь, я тебе помогу, но делать все равно глобально, ты будешь все сам. Тебе в нужный момент надо отстреливать то, что с тобой происходит и контролировать свою жизнь в хорошем смысле этого слова и наводить в ней порядок. И вот она себя успокоила, потом она отвлекла внимание, все, уже вот этого парусуицидального поведения нет. Дальше, сама ситуация не решилась, она поняла, осознала все эмоции, которые у нее были в тот момент, когда она хотела это сделать. Если они относятся к какому-то другому человеку, она идет и их выражает. То есть мы обучили ее всем навыкам, стрессоустойчивости, коммуникации, понимания своих эмоций. И также мы объяснили ей, что такое мудрый разум. Не должно быть принципиального мышления. Мой муж козел, если он мне уже сделал плохо, я сделаю ему еще хуже. И вот тут надо пойти порезать себе вены. Принципиальное поведение это такое, которое идет в ущерб эффективности. Это принципы, принципы. Они сталкиваются лбом со всей жизнью. А эффективное поведение, оно говорит так. Нет, я не буду делать еще хуже, потому что я знаю, что ни к чему хорошему это уже не приведет. Так я уже пробовала, я должна попробовать теперь, как-то по-другому сделать. А эмоциональный разум, он предполагает очень сильное наблюдение за своими эмоциями. Когда мы включаем интроспекцию, когда мы не оцениваем эту эмоцию как хорошую, плохую. То есть она сидит и говорит, да я понимаю, мне сейчас очень плохо, я чувствую огромную боль. И мы концентрируемся на этой боли. Знаете, если сконцентрироваться, например у вас болит голова, если полностью сконцентрироваться на этой боли, прямо вот найти ее, эту точку, где болит, и прямо туда погрузить все свое внимание. Эта боль она вот так вот берет и начинает проходить. Точно так же и тут. Да, мне очень больно. Она сидит и терпит эту боль. И мы не оцениваем эту эмоцию никак. Ни как хорошую, ни как плохую. Сейчас мне больно. Сейчас я испытываю все негативные эмоции. Обиду, грусть. Я не знаю, когда это пройдет. Мне кажется, что это никогда не пройдет. И она сидит и воспринимает эти эмоции как волны. Волна, которая пришла. Волна, которая может уйти. Она описывает их. Она их осознает. Она полностью погружается в них. Это навык психической вовлеченности. Далее. То же самое мы делаем, если есть у человека зависимость. Например, он алкоголик. Он пришел. Про это я буду рассказывать в отдельных видео. Он пришел. Мы сделаем ему точно так же анализ проблемы. Мы придумываем ему другое решение этой проблемы. Как он может вести себя вместо этого. Потом, когда у него происходят какие-то трудности в жизни. Какие-то стрессы. Мы учим его по-другому справляться с этими стрессами. Повышая свой уровень осознанности. Повышая его коммуникативные навыки. Повышая уровень его осознавания своих собственных эмоций. То же самое происходит с анорексией, булимией, любым расстройством пищевого поведения. И именно таким образом и осуществляется вся эта работа. как тренировка и последовательный выход из этой ситуации. И только в заключении будет уже выход из экзистенциального кризиса. Потому что в процессе того, как приобретение этих навыков происходит, человек учится понимать, какие у него проблемы в жизни. Самостоятельно решать их. Он приобретает вот эти навыки анализа проблемного поведения, принятия решений, выхода из этих трудных ситуаций. В процессе этого его личность индивидуируется. Идентичность становится очень крепкой. Появляется цельность. Повышается осознанность. Повышается интроспекция. Повышается способность к эмпатии. Повышается уровень единения с миром. И после этого выйти из экзистенциального кризиса становится очень легко. Потому что, применяя все эти навыки, интроспекции, ты просто так вот по полочкам раскладываешь свою жизнь. И не только в будущем. И не только в настоящем, как мы это научились делать. Но и в будущем тоже. В заключение я вам хочу сказать несколько очень важных вещей. Во-первых, недавно со мной произошло чудо. Которое заключается в том, что в моем чате кармические пирожки есть дочерний патчат, который называется пирожковый пограничник. Там люди объединились, у которых пограничное расстройство личности. Что они сделали? Они собрали группу из десяти человек. И они начали самостоятельно работать по книжке Марша Лайнен про тренинг практических навыков лечения пограничного расстройства личности. Сейчас я вам ее покажу. Вот она эта книжка. Это руководство по тренингу навыков. То есть эти люди собираются по скайпу в конференции. И они разбирают вот этот навык, вот этот навык, вот этот навык. Четыре навыка. В результате этого они избавляются от своего пограничного расстройства личности. Они это делают абсолютно сами. Абсолютно бесплатно. Без какого-либо психотерапевта. И я посмотрела, как они это делают. И они это делают просто мега круто. У них великолепно получается. Они смогли создать очень благоприятную, благотворную среду в группе. И они за счет того, что у них нет ведущего. И у них абсолютно горизонтальная иерархия. Они сами все это организовывают. Они создали там ненасильственную среду. И они так сильно заинтересованы в своем выздоровлении. И они так сильно боятся все испортить, что они стараются очень сильно изо всех сил вести себя как можно лучше. Они очень стараются. И в результате этого у них огромные, прекрасные успехи и достижения. И эта группа их, она очень эффективна. Я просто знаю, как работают разные группы. Я сама проводила группы семинарские, супервизионные. Я знаю, как работает групповая динамика и все вот это такое. И я просто вижу, что то, что они сделали, это реально на уровне профессиональной психотерапии. И для меня, конечно, это галочка в пользу того еще больше, да, почему я так уверенно это говорю. Если человек хочет, он может это сам. Все, что ему нужно, это информация и хорошее здоровое окружение, с которым он мог бы это делать. И я хочу вам предложить, если вы идентифицировали себя как человека с пограничным расстройством личности, и вас заинтересовала эта тема. Вы хотели бы работать над тем, чтобы развивать в себе эти базовые навыки психики, которые на самом деле нужны абсолютно каждому человеку. Я хочу пригласить вас в эту группу «Пирожковый пограничник». Я оставлю ссылку под этим видео на эту группу. Вы можете попадать в нее, находить себе единомышленников, новых друзей, и организовываться в свои мини-группы по 8-10 человек. И по этой книжке, повторить этот фокус-покус, работать над развитием своих навыков. Для вас это все будет абсолютно бесплатно. Это не будет никакой иметь для меня или для кого-то другого материальной выгоды. Я вам просто это предлагаю как площадку, на которой вы можете объединяться для решения каких-то конкретных практических целей и задач, если вы в этом заинтересованы. Потому что я все время ломаю себе голову над тем, что нормальных психотерапевтов, которыми, например, лично я была бы удовлетворена, их очень мало. Их вообще немного. То есть, если так совсем можно говорить, то их практически нет. А делать что-то надо. И с пограничным расстройством личности самая страшная, огромная проблема, катастрофическая ситуация. Лечат психотерапевты, психоаналитики. Именно пограничные расстройства личности очень плохо. Лечат неправильно. Лечат так, что доводят до ятрогений. Делают еще хуже. Еще хочу сказать, что очень многие люди с пограничным расстройством личности боятся лечиться, не хотят лечиться. Потому что у них есть предубеждение, предрассудок, что в результате такого лечения они потеряют свою индивидуальность. Индивидуальность потерять невозможно. То, что дано от природы и то, что делает вас вами настоящим, оно дано генетически, по темпераменту. И если вы свою личность структурируете, приведете ее в порядок, вы научитесь строить отношения, вы владеете какими-то навыками, вы никогда себя не потеряете. Вы только сделаете апгрейд, вы только себя улучшите, усовершенствуете. Вы останетесь все равно собой, только вы будете более интересным. Но никакой стиль, никакая ваша внутренняя красота, она не пропадет. Она наоборот станет только более точной, более ясной и более четко бьющей в цель. И последнее, что я хочу сделать, это попросить донаты за это видео. Значит, ситуация заключается в следующем. У меня есть такие видео на канале, которые длятся 10 минут. На съемку этого видео у меня уходит 10 минут, на монтаж этого видео у меня уходит 10 минут. И эти видео занимают первые места в рейтингах. Первое, второе, третье. Типа всем парням, которые боятся иметь лучше девушку и все такое. Эти видео снимать мне очень легко. Сценарий я для них составляю тоже за 10 минут. При этом я ничего от себя не отнимаю. Я просто... для меня это, короче, левой пяткой просто вот реально снять. И типа, а есть такие видео... То есть, представьте, за 50 минут или за час я могу снять 5 таких видео. Есть у меня такие видео, которые длятся сами по часу. Пограничное расстройство личности или депрессия или еще что-нибудь. Такие видео находятся на 8, 9, 10 месте в рейтинге просмотров. Готовлю я их, вот чисто это видео, я могу готовить 2 недели. Это лично мне очень нравится, но это очень тяжело для меня. Это меня изматывает. Это отнимает у меня много сил и энергии. И как бы, когда я смотрю вот на эти 10-минутные, которые находятся в первых местах. И вот на эти, которые находятся на десятых местах. А очень часто бывает такое, что эти видео еще не монетизируются. Я такая, типа... То есть, мое эффективное, а не принципиальное мышление говорит мне, ну да, наверное, ты должна делать больше вот этого. То есть, это отнимает меньше сил, это более интересно публике, это приносит больше просмотров, это приносит больше денег. Но только длинные видео это настоящая психотерапия. Я хочу вас попросить о том, что если эти видео именно такой категории для вас полезны, либо же они интересны для вас, чтобы вы мне за них донатили. В общем, если вы принадлежите когорте именно тех моих трушных олдовых подписчиков, которые шарят в зубодробительных и хотят, чтобы этого было больше, то вы реально можете управлять этим процессом и на него влиять. В общем, впереди нас ждет еще очень много интересного. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ждите новых видео и давайте работать над собой. Ну да, и еще, конечно же, спасибо моим патронам. Пока.